Платону было такое слово, оно называлось «эйдос», это сущность, что вот у вещи есть некая ее сущность. У чашки сущность чашки — это чашность, у лошади сущность лошади — это лошадность, и у стола стольность и так далее. Но сейчас выяснено с помощью современной науки, что Платон был немножко неправ. В этой части, по крайней мере, в действительности мы сущностью вносим вещи. Мы что-то начинаем считать определенной вещью и начинаем ей соответствующим образом пользоваться. Поэтому дети легко могут превратить любую игрушку в имитацию чего-то реального и пользоваться этим как реальным. Кормить куклу из резиновой штуковины, в общем, и нет проблем никаких. Хотя ничего не капает, тут ничего не глотает, но функция кормления есть. Эйдос. Суть вещей — это вещь немножко другая. Суть вещей — это когда вы понимаете, как что-то работает. Например, как работает человеческая психика. Это понимать суть психики. Как работает мышление — это понимать суть мышления. Как работает мышление. Понимать суть отношений, например. Это понимать, как формируются отношения. Понимать суть гендерных отношений. Это понимать суть мужского и женского. Вообще у систем есть некий общий спирит, дух, который внутри себя порождает самым фактом своего функционирования. Это то, что мы не вносим вещи, а то, что мы как бы вытягиваем, как некую, как будто бы мы с центром тяжести системы завязали узелочек и оттуда ее вытягиваем. И можем, зная сути разных вещей, то есть механизмы, по которым они работают, сопрягать их в более сложные системы и действительно превращаться в людей, которые sapiens, homo, то есть по-настоящему в разумных людей. Это приходит через понимание сути вещей.